Это сейчас импровизация для вас. Я сочиняю то, что могу сказать, то, что хотелось бы всем передать. Это добра, тепла и как можно больше усилия, позитива. Асан Санчес из Симферополя. Будущий повар-кондитер. Хобби, игра на гитаре, считает ковидные ограничения не помеха. Студенты уже привыкли учиться и общаться онлайн. Я продолжаю делать то, что мне нравится, несмотря ни на что. Да, есть какие-то перемены, которые мне не очень приятны, но все равно так же радуюсь жизни. Сусана Аблеметова, преподаватель КИПУ имени Февзи Якубова, сейчас работает со своими студентами дистанционно. Отправляет задания для самостоятельных работ, корректирует ответы. Благодаря ковидным выходным дописала научную статью. Болезнь набирает шуточных оборотов. Мы теряем близких. К сожалению, очень много больных среди родных. Вот мы не можем попасть, например, к родителям, потому что болеют. Дети ходили в школу, мы ходили на работу. В какой-то степени прекращения движения, я считаю, что было необходимым. В связи с ухудшением ковид-обстановки, в Крыму возобновил работу штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, здравствуйте. Меня зовут Ксения, я волонтер регионального штаба «Мы вместе». Чем я вам могу помочь? Задача волонтера Ксении Курята – принять звонок и обработать заявку. Девушка – студентка четвертого курса. Учится на филолога в Крымском федеральном университете имени Вернацкого. Свободное время решила провести с пользой, помогая людям. Штаб принимает заявки от пожилых людей, которые не прошли вакцинацию, и маломобильных граждан. Мы обрабатываем заявки. На данный момент не так много заявок. Около 10 мы рассматриваем, отправляем волонтеров. Они помогают, предоставляют услугу, возвращаются, меряют температуру и дальше продолжают свою деятельность. Ковидные выходные в Крыму продолжаются. На остановке около главпочтампа в обычные дни не протолкнуться. Сегодня ждут транспорт от силы 5 человек. По городу курсируют полупустые троллейбусы и автобусы. Ждать, пока кривая, наконец, пойдет вниз, не вариант. Главный метод борьбы с инфекцией – коллективный иммунитет. Сегодня привиться можно и в торговых центрах. Предварительной записи нет, поэтому все проходит быстро и удобно. Условия вакцинации стандартные. Наличие паспорта снился из страхового полиса ОМС. Медосмотр перед процедурой обязателен. Человек должен быть здоров. Вакцинируют здесь спутником ВИ. Привиться можно в порядке живой очереди. Кто следующий? Валерий Кириллов пришел делать вторую прививку. Расположение пункта удобное, рядом работа и дом. Болел год назад, больше не хочу болеть. Болел очень тяжело. И поэтому решили вакцинироваться? Да. Ну, плюс ограничения ввели с QR-кодами. Так проще. По данным Минздрава, в Крыму вакцинировано первым компонентом более 700 тысяч. Вторым – более 550 тысяч человек. Для коллективного иммунитета нужно привить 80% населения, то есть около 1,2 млн. крымчан. Мы еще не достигли уровня коллективного иммунитета. Работа по этому направлению проводится очень большая. И все 127 пунктов вакцинации работают. Причем работают и в будние, и в выходные дни, и в праздники будут работать. Ежедневно в каждом пункте вакцинируются около 200 человек. Главная задача – остановить вирус.